Здравствуйте, уважаемые посетители сайта ESP.MD и читатели ESP. Сегодня у нас интервью, сегодня у нас в гостях европейский посол Янис Майжейкс, он одновременно глава диппредставительства Евросоюза в Молдове. Добрый день. Здравствуйте. У нас, можно сказать, что блиц-интервью, потому что достаточно напряженный график посещения Бельц, и поэтому я буду стараться, короче, вопросы задавать, и вы постарайтесь, короче, отвечать. Первое. Какие главные цели и задачи стоят перед представительством ESP в Молдове и перед вами лично? Ну, у нас несколько главных задач. Во-первых, так как Молдова является кандидатом на членство Евросоюза, то сейчас это наша главная задача, подготовка к переговорам, поддержка этого процесса, поскольку это будет и с Брюсселью идти. Другое – это поддержка реформ, которые проводятся в стране. Мы, конечно, это поддерживали всегда, но сейчас с новыми возможностями, которые стали после статуса кандидата, это стало еще интенсивнее. И третий – это наш проект, который действительно работает во всех областях. Давно уже работал. И давно, да. Ну, то есть, а штат не увеличили? Вы не просуете все в связи с тем, что такая большая работа? Пока еще, к сожалению, нет. Немножко у нас несколько человек добавляют сейчас, но мы надеемся, что в будущем делегации станет больше, поскольку в большинстве странных кандидатов делегаций являются больше. Это тоже факт. Смотрите, многие граждане Молдовы по соцопросам, это примерно 65%, выступают за вступление Молдовы в Евросоюз. Ваше представительство каким-то образом содействует тому, чтобы таких граждан было в Молдове больше? Конечно, это мы стараемся. И наше интервью, я надеюсь, тоже является одним из примеров, как мы стараемся увеличить сторонников идеи евроинтеграции. Но это не идеология, поскольку очень часто это заключается в том, что я просто еду в разные части вашей страны, мы открываем новые проекты, которые у нас во всех частях Молдовы. И, конечно, это то, как мы показываем, что Евросоюз делает для граждан Молдовы, чтобы на деле показать, что мы не только риторикой занимаемся, а действительно делаем хорошие дела для населения Республики Молдова. Когда-то у нас был премьер-министр Юрий Лянко, и он выступал с такой идеей сделать где-то 10 автобусов, собрать пенсионеров и вывезти в Европу, показать, что такое Европа. Но, к сожалению, эта идея так и не осуществилась. Знаете, в Молдове есть, естественно, и большое количество евроскептиков. Вот можете ли вы в трех-пяти пунктах аргументировать, почему Молдове нужно и необходимо даже вступление в Европейский Союз? Ну, во-первых, это экономический интерес, поскольку Евросоюз уже является самым большим экспортным рынком Республики Молдовы, и это просто признак того, насколько рынок Евросоюза открыт и выгоден для граждан Республики Молдовы. Конечно, это уже сейчас, но, конечно, в тот момент, когда Республика Молдова станет членом Евросоюза, это будет еще проще, поскольку многие из тех ограничений, которые сейчас нужно проходить, они уже будут решены в процессе. Другое — это демократия, поскольку Евросоюз — это не только рынок, это общность демократических стран. Мы видим, что есть потребность в демократических реформах здесь, в Молдове, и во многом, я думаю, то, что есть интерес Евросоюза, помогает этому, поскольку Евросоюз полагается на международные нормы права, то есть можно использовать Евросоюз уже как заготовку, можно сказать, поскольку те же самые требования, которые выдвигаются сейчас из Пугли Молдовы, выдвигаются всем другим кандидатам на членство. И как вы видите, в странах Евросоюза, упомянули этих пенсионеров, которым нужно было бы показать Евросоюз, действительно, есть что показать, не только в сфере хороших дорог и процветания, но и того, как Евросоюз действует на благо своих граждан. Я думаю, что это то, что каждый будет желать и для себя, и для своих детей вне зависимости, любит он Евросоюз или нет, просто это рационально. То есть это и защита прав человека, и пенсионная помощь и так далее. Те же скептики говорят, зачем мы нужны Евросоюзу? Вот вы можете объяснить, зачем Евросоюзу нужна Молдова, Украина и Грузия? Да, и действительно, там такой корыстной цели трудно увидеть, поскольку ее нет. У Евросоюза больше расходов только будет. Конечно, поскольку для нас это вопрос принципа, во-первых. У нас есть принцип открытых дверей, то есть те страны, которые хотят, европейские страны, которые хотят стать членом Евросоюза и способны и готовы сделать все необходимое, чтобы соответствовать критериям, для них эта дверь открыта. Но, конечно, есть и элементы интереса, но этот интерес заключается в том, что мы заинтересованы, чтобы страны во всем регионе, вне зависимости от того, являются они кандидатами, некандидатами, будущими членами, чтобы они были процветающими и демократическими странами, поскольку каждый раз, когда этого нет, мы видим проблемы, которые имеются для Евросоюза, будь это отношения с Российской Федерацией, или с Белоруссией, или с другими странами. Поэтому, конечно, даже до того, как Республика Молдова стала кандидатом, мы были заинтересованы помогать развитию страны, чтобы она процветала, чтобы она была демократичной. Тем более сейчас, когда вы являетесь страной кандидатом на членство, когда переговоры на вступление будут вскоре начинаться, уже тем более. Меня, когда, например, на эту тему спрашивают, я говорю, понимаете, Соединенным Штатам, Евросоюзу намного легче вести диалог с демократическими государствами, где есть законы, где все предсказуемо. Так же удобнее вести торговые отношения, экономические отношения. Потому что в недемократических странах любое решение, которое принято, на следующий день может быть изменено, потому что там законы работают так, как хочет диктатор. Поэтому, говорю, нам это выгодно, но выгодно это и Евросоюзу, и Америке, потому что мы становимся более понятными для них партнерами. И это, конечно, и вопрос географии, поскольку вы являетесь уже сейчас соседом Евросоюза, и у вас тот же язык, что у соседней страны. В этом году, насколько я знаю, еще состоятся выборы в Европарламент. Я читал мнение одних аналитиков, что большой риск того, что в Европарламент попадут представители ультраправых партий, которые будут против вступления нового члена в ЕС. Как вы это можете прокомментировать? Я думаю, что это возможно, что они туда попадут. Как, кстати, есть и представители левого спектра Европарламента, поскольку Европарламент отражает то, каким есть европейское общество. Но большинство, как уже мы видели в этом созыве, Европарламент очень четко поддерживал Республику Молдову. Было несколько резолюций принято с большим большинством голосов. Так что я думаю, что поддержка Республики Молдова и ее продвижение к членству Евросоюза будет продолжаться. Главное, хорошо делать свою домашнюю работу, чтобы не было повода сомневаться. В Европарламенте и Евросоюзе существует право вето. Например, Венгрия может вставить палки в колеса в выступлении наших стран? Для больших важных вопросов в Евросоюзе действует принцип консенсуса. И который, кстати, очень важен для тех стран, которые не такие большие и не такие влиятельные. Поэтому, хотя есть дискуссии о том, нужно ли сохранять право вето на полном объеме или приносить какие-то изменения, эти дискуссии ведутся очень осторожно, как раз из-за того, что это очень важный вопрос суверенитета всех стран. И поэтому, да, каждая страна имеет право вето. И если есть такие ситуации, и это, конечно, отражение того, что Евросоюз с уважением относится к всем членам, к мнению всех, вне зависимости от их размеров и влияния. Поэтому каждый раз, когда эти ситуации случаются, тогда проводится диалог. Это роль для руководства Евросоюза, которые говорят с той или иной страной, чтобы вопрос разрешить. Но, как я уже говорил, для очень большого числа стран-членов Евросоюза этот принцип очень важен. Евросоюз помогал Молдове раньше, начал больше помогать после договора об ассоциации. Сейчас, когда мы стали кандидатом, эта помощь может увеличиться? Я думаю, что она будет увеличиваться, поскольку уже сейчас появились новые возможности для Республики Молдова. Например, вы сейчас можете участвовать в тех программах, в которых раньше могли участвовать только страны-члены Евросоюза. Но, так как есть заинтересованность, как можно быстрее развивать отношения с Республикой Молдова, то сейчас предоставлена эта возможность. И, кстати, безвозмездно, это тоже было отдельно принято решение, что в этих программах Республика Молдова не будет уплачивать взносы. То есть, одно из тех случаев, когда вы можете получать дополнительные возможности, за это ничего не платят. И, конечно, это будет развиваться впредь. То, что мы видим сейчас, это то, что наши проекты увеличились в объеме примерно в два раза. И не только это, есть и та помощь, которую Евросоюз оказывал и оказывает Республика Молдова из-за кризиса. Кризисов, можем даже сказать, поскольку сначала осенью 2021 года эпидемия, потом... И эпидемия, но даже больше это и энергетический кризис, это война, это бейдженцы, помощь Евросоюза. В этих сферах уже превысило миллиард евро. И большая часть этих денег, это действительно деньги, которые ощутил каждый гражданин Республики Молдова, у которого есть счет за электричество и газ, поскольку, когда вы получали компенсацию от правительства и все еще получаете, то там идет запись, что эта компенсация предоставлена правительством и Европейским Союзом. Что действительно является реальностью, что часть денег была как раз напрямую направлена... А у вас есть возможность контролировать расходование этих денег? Потому что, опять же, многие так называемые пророссийские, оппозиционные молдавские партии говорят, что часть средств в Молдове разорвывается, которые получают от США и от Евросоюза. Вы можете проконтролировать? Не знаю, откуда у них такое желание считать деньги в чужом кармане, но ради бога, пускай будет. С нашей стороны, у нас есть действительно... Вот здесь у нас есть очень четкий интерес проследить за тем, чтобы деньги использовались под назначение. И да, мы за это следим, поскольку это деньги европейских налогоплодельщиков. И поэтому у нас есть целая система, как за этим следиться. Когда заключается, например, соглашение, есть четкие критерии, что Республика Молдова нужно выполнить, чтобы деньги получать. В процессе ведется наблюдение. У нас есть целый отдел в делегации. Какой отдел имеется в любой делегации Европейского Союза, который занимается только тем, что следят, как внедряются наши проекты. И если есть какие-то отклонения, бывали случаи, когда мы или приостанавливали внедрение проекта, или его закончили вообще, или в худшем случае, если деньги истрачены не по назначению, они возвращаются. То есть аудит какой-то. Да, да, да. И, кстати, не только здесь в делегации, но у нас, как я сказал, целая система. То есть не только в делегации у нас за этим следят, но и в Брюсселе есть целое направление, которое занимается аудитом и тех проектах, которых мы внедряем. Знаете, мне очень нравится задавать вопросы от имени пропагандистских каналов, от российских, пророссийских, от их подвижников. Один из их нарративов, что в Молдове специально поднимают цены с каждым годом, для того, чтобы к 30-му году, к году, когда премьер приблизительно может Молдова вступить в ЕС, чтобы цены наши потребительские сравнялись с европейскими. Что вы можете на это сказать? Ну, во-первых, спасибо вам за саму постановку, поскольку обычно мне даже нет возможности отвечать на пропаганду, поскольку они как-то меня избегают. Они вам не скажут? Я от их имени не буду. Когда я встречаюсь, например, с молодежью, они всегда интересуются какими-то нормальными вопросами, а не пропагандой, поскольку я думаю, что они разбирают. Но по существующему вопросу, это законы рыночной экономики, то есть, да, я думаю, что цены будут расти даже, поскольку, например, инфляции, но если у вас инфляция есть, отражение роста цен, и когда цены на газ поднимаются многократно тогда, и неизбежно, что цены будут подниматься. Но там нет взаимосвязи с процессом вступления в Евросоюз. Единственное, что я могу подумать, что в процессе вступления, я думаю, что средние заработные платы будут расти. Это всегда так происходило с другими странами-кандидатами. То есть, доходы населения будут больше, то есть, покупательная способность будет больше. Ну, наверное, тогда и это будет отражаться на этих самых рыночных принципах, что будет интерес этот спрос и удовлетворить. Но прямо взаимосвязи, что кто-то будет вскручивать цены. Хорошо, другой вопрос. Вот у нас цены ниже, чем и в Евросоюзе. И, допустим, даже в 30-м году они все равно будут ниже. Мы знаем, что даже в Евросоюзе, в разных странах цены ниже. В Свейцарии одни цены, в Германии другие, в Черногории третьи. Или в Албании, например, более низкие цены. Не может ли случиться так, что после вступления в Евросоюз граждане Румынии, граждане больше, которые ближе к нам находятся, приедут к нам скупать товары, и у нас окажется дефицит некоторых товаров, потому что более дешевые приехали, иностранцы скупили. Ну, во-первых, я не вижу никаких препятствий, почему граждане Румынии или Польши не могли бы приехать в Молдову сейчас. Эту границу переезжают довольно часто, нет никаких преград делать это уже сейчас. Потому что они сейчас, как члены в СССР, могут спокойно. Они могут приехать сюда. Но главное, я думаю, что опять-таки это рыночная экономика. И то, что будут отличия цен, это не значит, что это плохо. Например, я сам из Латвии. У нас в Латвии были налоги на алкоголь ниже, чем в Эстонии. И то, что появлялось, это было то, что часть эстонцев просто приезжали через границу. Алкогольный туризм. Алкогольный туризм. И, конечно, это было... Ну, Финляндия, насколько я помню, тоже в Россию приезжала. Или в Эстонии, например. То есть, это и прибыль для этих продавцов, и налоги для государства. Так что, я думаю, что... Для нас только лучше это будет. Я думаю, что... Но ведь нет тех времен, когда действительно был бы дефицит. Что есть что-то такое дефицитное, что только производится в Молдове. Понятно. Ну, да. Вот цены в Европе выше, но там, конечно, намного выше и доходы. Скажите, за счет чего после присоединения Молдовы к ЕС у жителей могут вырасти доходы? Ну, во-первых, это интеграция в общий рынок. Она уже сейчас есть. Вы уже участвуете в этих цепях поставок. Иногда люди удивляются, даже когда в Молдове узнают, что одним из самых больших экспортов из Молдовы это кабель для немецкого автопрома. Но это уже есть реалии Молдовы. И я думаю, что этот... На совместных предприятиях, кстати, как раз и были. Да, да. И я думаю, что, наверное, люди по-настоящему знают. Я не знаю, какие там зарплаты, но я думаю, что, наверное, они выше среднего. И я думаю, что это будет продолжаться и впредь. Другое это то, что и мы поддерживаем это развитие бизнеса здесь, в Молдове. У нас есть большая программа для поддержки малых и средних предпринимателей, поскольку это и в Евросоюзе. Кстати, является костяком экономики. Это 99% европейской экономики. Поэтому это мы будем развивать. Также это дигитализация, которую мы поддерживаем. Поскольку уже сейчас процент экспорта IT-сектора из Молдовы больше, чем экспорт вина. Это уже один показатель, что мы знаем, какие прекрасные молдавские вина, но если уже сейчас ваши эксперты IT-сектора могут их по объему превосходить, это уже хороший знак для будущего. И в этом секторе, например, заработная плата уже в три раза выше, чем в среднем по стране. То есть, если это будет развиваться больше, я думаю, что это будет и подгонять и стану в целом. Но, может быть, это заставит их и не уезжать из страны, потому что айтишники уезжают из страны тоже. Конечно, я надеюсь, что вот это один из тех секторов, где это проще всего, поскольку айтишник, он может работать здесь, в Эльц, не уезжая от своей семьи, пользуясь теми преимуществами, которые дают качество жизни здесь, и в то же время получать зарплату повыше. Еще некоторые политики утверждают, что для вступления в ЕС Молдова должна принять некоторые непопулярные законы. Ну, например, закон о легализации однополых браков и так далее. Обязательно ли это? Знаете, по однополым бракам я могу однозначно сказать, что это дело каждого государства. И в Европейском Союзе есть страны, где однополые браки легализованы, есть, где они нелегализованы, есть, которые выбрали путь посредине, например, это партнерские отношения. Но это вопрос государства. То, что для Евросоюза важно, это равноправие, чтобы не было дискриминации по любому признаку. И это самое главное, чтобы обеспечивалось это. Но то, что будут непопулярные решения, это однозначно. Не бывает, что у нас в логическом есть выражение нет хлеба без корки. Нет худа без добра. Или наоборот. И добра без худа. То есть, наверное, будут вещи, которые будут, мне нравятся, наверное, уже. И сейчас есть люди, которым не нравится реформа правосудия, поскольку если бы человек является коррупционером, наверное, он будет терять от реформ. Но в целом, я думаю, что баланс всегда будет позитивным для страны. Вот скажите, из Молдовы за последние 30 лет выехало очень много граждан. Многие выехали и в страны Евросоюза, и в Россию, и так далее. Но есть риск того, что после того, как Молдова вступит в Евросоюз, Российский Союз, из Молдовы тоже могут уехать много людей. Так, например, было в Румынии, насколько я знаю, в странах Балтии тоже было, в Польше, в Болгарии. Есть у нас риск такой, что наше население еще больше покинет страну. Знаете, у вас немножко об особый случай, поскольку и для Румынии, и для стран Балтии право свободного переживания рабочей силы появилось в тот день, когда страны вступили в Европейский Союз. То есть, раньше того, там, граждан Европейского Союза было очень мало. Здесь, как вы знаете, очень много граждан имеют граждан Европейского Союза. Уже сейчас. Ну, не только Румынии. И поэтому эта возможность здесь уже сейчас я не вижу, что почему что-то поменялось бы в момент вступления. Наоборот, я думаю, что при процессе вступления это по крайней мере то, как это было с другими странами-кандидатами, ваш внутренний валовый продукт на душе населения будет расти. И чем ближе вы будете к членству, тем выше он будет. И будет один момент, когда различия будут уже такими маленькими, что я надеюсь, уже будет обратный процесс. Могут люди возвращаться назад. Когда это будет, я не могу сказать, потому что, например, для стран Балтии этот момент начался примерно три года тому назад, 3-5, когда баланс уже стал изменяться в другую сторону, поскольку сейчас страны Балтии это больше, чем 70% от среднего показателя по Девосоюзу, у вас сейчас 33%. Мы знаем историю, что когда-то из Испании было очень много гастарбайтеров, они ездили во Францию, в Англию, потом, сколько я знаю, они вернулись, почти все. То есть у нас тоже может быть такой процесс. Но вот когда-то когда поэтому, я думаю, процесс обступления очень важен для страны, чтобы как можно быстрее приблизить тот момент, когда эти различия станут меньше и когда тоже Республика Малова сможет пользоваться теми благами, которые имеются для стран-членов. Поскольку да, вы сейчас пользуетесь проектом Евросоюза, но в то же время среди стран Евросоюза есть такой принцип уравновешивания. То есть из бюджета Евросоюза больше поступает тем странам и тем регионам, которые меньше развиты, чтобы эти различия быстрее уменьшить. И, конечно, это будет и в интересах Республики Молдова, поскольку, к сожалению, Республика Молдова не является одним из самых богатых стран. Нас также пугают, что после вступления в ЕС в Молдове может умереть сельское хозяйство и некоторые направления промышленности из-за плохой конкурентоспособности, из-за недостаточного качества, из-за перепроизводства каких-то продуктов. Было ли что-то подобное во время вступления стран Восточной Европы в Европейский Союз? Знаете, те страны Центральной и Восточной Европы, которые вступили, там сельские хозяйственники были одними из тех, которые больше всего выиграли, поскольку поддержка Евросоюза для сельского хозяйства есть очень чувственная. Там тоже будут какие-то изменения, поэтому я бы призвал действительно людей, которые работают в этом секторе, уже сейчас думать о завтрашнем дне, чтобы не оказаться в ситуации, когда действительно они не конкурентоспособны. Мы имеем несколько направлений, где мы этот процесс поддерживаем, реформ, будь это озеленение сельского хозяйства, то есть более биологичные методы, или это ирригация, поскольку вода тоже является существенной проблемой, для сельского хозяйства, то есть приспосабливаться нужно будет и лучше это делать сейчас, думать о специализации, я вижу, что есть множество аграриев, которые это очень успешно делают, например производители фруктов, которые очень успешно развивают свой экспорт в страны Евросоюза. Сливы стали самым большим производителем, экспортером даже во всем северном полчарии в прошлом году, и, кстати, это отожжалось и на прилавках, конечно, Европейского Союза, но я думаю, что важно думать о специализации, важно думать о тех областях, где можно из маленьких площадей получить большую прибыль, и двигаться в этом направлении с нашей поддержкой. Хорошо, вот некоторые политики, в частности Владимир Путин, говорят о том, что Молдова потеряла свой суверенитет и ею на самом деле руководят чиновники из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, типа кураторы, и что сама Молдова в действительности ничего не решает. Что вы можете сказать? Ну, слава Богу, наше понятие суверенитета отличается от того, как ее понимает Российская Федерация или президент Путин, но я могу точно сказать, если бы Республика Молдова напала на соседнюю страну и вела бы агрессивную войну, уж точно наша помощь остановилась моментально, поскольку для нас опять это вопрос ценностей. Но возвращаясь к вопросу о суверенитете, я думаю, что суверенитет Молдовы может только вырасти, поскольку мы уже сейчас кстати увидели, что Республика Молдова с нашей помощью стала более суверенной. Например, два года назад Республика Молдова полностью зависела от Российской Федерации в области энергетики. Сейчас вы еще немножко ими пользуетесь, поскольку часть газа все еще идет в Приднестровский регион, но в принципе страна может существовать, выбирая другие источники энергии, которые сейчас более выгодны. То есть и ваша независимость, и ваш суверенитет, я думаю, только выиграла. от этого. И рынки сбыта поменялись. Если раньше это было Россия и СНГ, то сейчас это Европа. Да, и если где-нибудь был диктат, который негативно сказывался на молдавском суверенитете, это не был диктат из Евросоюза, наоборот, это из России, каждый раз, когда делалось что-то, что не нравилось России, оказывалось, что молдавские продукты плохие. И вино плохое, и яблоки с мухами. А Европейский Союз каждый раз показывает свою открытость и неполитизацию. Поскольку, да, если не будет соответствовать критериям, да, эти продукты не будут. Но из-за требований Евросоюза, насколько я понимаю, качество этой продукции у нас тоже улучшилось. Да, и я думаю, что это еще одна из тех вещей, как выигрывают граждане Республики Молдовы. Поскольку, если на экспорт идет хорошая продукция, то надеюсь, что она будет хорошего качества тоже для граждан Республики Молдовы. И, кстати, мы не только требуем, мы и помогаем, например, эти все лаборатории, чтобы определить качество это и были созданы по мимощью Евросоюза. В этом году планируется, что будет проведен консультативный референдум по поводу вступления в ЕС. Во-первых, это обязательная процедура? И, во-вторых, какой процент проголосовавших за будет считаться успехом? Во-первых, это выбор страны, проводить референдум и когда его проводить. были страны без референдума? По-моему, да, но очень давно. Еще я думаю, что нам нужно еще немного больше понять об этом референдуме, поскольку пока еще нет ясности о всех деталях, будет это консультативным, будет он консультационным, какой будет вопрос этого референдума. Я думаю, что есть смысл его сейчас проводить, чтобы понять действительно то, что оппозиционные партии говорили, что нужно провести референдум для того, чтобы понять поддерживают ли граждане Республики Молдовы этот европейский курс развития и я, конечно, надеюсь, что эта поддержка будет, чтобы была ясность, что действительно это то движение, которое граждане Республики Молдовы желают. Другой вопрос, что может быть к этому следует позже вернуться опять, поскольку сейчас я вижу смысл спросить о самом принципе движения, но то, какие будут условия вступления, это будет ясно только после переговоров о вступлении, так что может быть к этому тоже следует вернуться, когда этот процесс завершится, но это не исключает того, что сейчас есть добавленная стоимость проводить референдум сейчас. И, конечно, чем больше процент, тем есть месседж. Да, но вписываться в европейские рамки то, что этот референдум может быть в один день с выборами президента, европейские законы никаких не нарушают. Мы этот вопрос немножко изучали, насколько мне известно, для нас главная точка отсчета для этого Венецианская комиссия Совета Европы, там нет ничего такого, что исключало этого. То есть, это возможно. Предпоследний вопрос, может ли Молдова вступить в Евросоюз без Приднестровья, или вы считаете, что к тому времени у нас этот конфликт будет решен и Молдова будет объединена? Наше предпочтение, конечно, было бы к тому, чтобы к моменту вступления этот вопрос был бы решен. У нас мы со своей стороны тоже стараемся это поддерживать, когда еще шли встречи на формате 5 плюс 2 мы в них участвовали, мы внедряем проекты и в Приднестровском регионе, но в то же время мы не хотели бы ситуации, когда Республика Молдова стала бы заложницей решения этого конфликта, который не зависит только от Республики Молдова. Поэтому мы не исключаем другого варианта, что изначально к моменту вступления еще процесса интеграции не будет завершен. Я слышал ваше выступление на румынском языке. Мы перед интервью говорили о том, что вы хорошо читаете, все понимаете, но в личной беседе трудно. А сколько языков еще вы знаете, в каких странах вы еще были по словам? Знаете, для меня всегда это вопрос уважения к той стране, где ты проживаешь. Поэтому я всегда чувствовал себя неловко, если я был в стране, жил в ней и выучил язык. Поэтому почти из всех стран, где я жил или работал, я с собой забрал в той или иной мере язык. Например, у нас люди всю жизнь прожили в Молдове и до сих пор язык изучить не могут. Много факторов приводит к тому, что это трудно, невозможно и так далее. Ну, конечно, это трудно, но если я могу найти время, чтобы учить язык, наверное, другие тоже могут, но возвращаясь к вашему вопросу, на русском, как вы видите, говорю, мой родной это латышский язык, на работе мы преимущественно работаем на английском, немножко на французском, французский тоже у меня свободен, когда я учился в Дании, я свободно выучил датский за один год, учился в Испании, я не могу сказать, что я его выучил за полгода, но я что-то начал уже... Немножко полегло, поздравляю, это хорошо, ну, профессия обязывает. Если хотите, в конце можете несколько слов сказать зрителям нашего сайта, это не только бельчане, нас смотрят по всей Молдове, преимущественно север, конечно, но смотрят нас в Кишиневе, во всей Молдове, пожалуйста, можете обратиться и сказать. Знаете, я всегда рад быть в вашем регионе, поскольку здесь у нас много проектов, но и тоже этот регион важен для общения, поскольку мы тоже видим, что часть дезинформации, которая касается Евросоюза, направлена на этот регион и кстати на русскоязычную аудиторию. Спасибо вам за возможность ответить на несколько из этих дезинформационных вопросов, поскольку они есть. Я надеюсь, что и для вас будет ясней с каждым годом, почему Европейский Союз это в интересах и ваших, и ваших детей, и надеюсь, что мы будем пользоваться вашей поддержкой, и конечно мы будем внедрять наши проекты здесь, на севере страны и в будущем. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание, с вами в эфире был Слава Перунов и посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Слава Перунове